Итак, друзья, всем добрый вечер, с вами на связи Алексей Стратов, и сегодня четверг, а значит, как обычно, уже второй месяц, мы с вами проводим еженедельный технический вебинар для нашей команды. Кратко пройдемся по плану вебинара, чтобы было понятно. Для начала я пройдусь коротко по новостям компании, потом мы рассмотрим основные вопросы по первым шагам компании, дальше все-таки я хочу остановиться, буквально пару слов о бизнесе Infinii, то есть о непосредственно самой электронной коммерции. После этого рассмотрим выбор товара на спрингборд, я объясню все вопросы, которые часто сейчас задают партнеры, многие вопросы. После этого объясню, ну нет, как правильно оплачивать лицензию, как правильно привязывать карту, где это делается. Мы пройдемся по офису, чтобы не возникало вопросов, что если вы оплачивались с другой картой, и у вас каким-то образом компания сама снимала деньги. Как делать, чтобы этого не было? То есть об этом все мы подробно сегодня поговорим. И в конце я включу чат и отвечу на все ваши вопросы. Итак, друзья, давайте вначале по новостям компании. Все мы знаем, что в воскресенье у нас прошел первый мастер-класс на русском языке. То есть это очень хорошая новость, то, чего мы давно все ждали. Вот, и теперь компания для нас будет проводить регулярные мастер-классы, но помимо этого у нас будут проходить для нашей команды отдельные тренинги, отдельное обучение по первым шагам. На такие площадки, как Amazon, eBay, Bonanta. Почему? Потому что все мы понимаем, что мастер-класс это действительно выше пилотажей, высшего уровня. Но даже я подложил в этот мастер-класс, я понимаю, что мне надо брать ручку, тетрадь, и садиться за партой, и точно так же обучаться. Потому что действительно там информация очень интересная, очень важная, очень полезная. И самое главное, знаете, друзья, я когда пропустил этот мастер-класс, и у меня всегда было дикое желание параллельно побольше информации собрать по таким площадкам, как Amazon, eBay, и начать обучаться. Я ради интереса в интернете поискал, сколько стоят вообще курсы обучения. Я вот нашел, например, один из мастер-классов курс обучения по Amazon, который стоит полторы тысячи долларов. Поэтому, друзья, все мы понимали, что те деньги, которые мы платим, и какие нам дает возможности компания за эти деньги, то все познается в сравнении. Потому что действительно возможности у нас уникальные, и я считаю, что мы в правильном месте, в правильное время. Теперь пройдемся давайте по первым шагам. Значит, основные моменты, которые сейчас задают вопрос партнеры по работе в BlackOffice. Во-первых, по поводу мастер-класса. Где найти записку? Запись находится у нас в нашем BlackOffice в разделе «Правиль». Чуть позже, в конце вебинара, я покажу экран, и мы подробно пройдемся по BlackOffice, и я покажу, где кто находится. Почему? Потому что в свободном доступе выкладывать такую информацию, как обучение компании, категорически запрещено. Так как вы понимали, что мы за это платим деньги, и эта информация стоит очень больших денег. Поэтому рекомендую все же посещать эти мероприятия. Но у тех партнеров, которые не получается посетить, мы сможем со своего личного кабинета в любой момент просмотреть эти мастер-классы, эти вебинары, эти обучающие ролики. Вот, оно все доступно для оплаченных партнеров. Теперь дальше, друзья, по поводу непосредственно оплаты лицензии. Сейчас у многих партнеров с первого числа произошла автоматическая оплата лицензии. То есть, каким образом произошло, у многих поднимались деньги с тех карт, с которых была произведена первая оплата. Вот, у кого-то снялось непосредственно с активного баланса. Так вот, друзья, чтобы этого не происходило, когда вы оплачиваете с вашей карты вашего партнера, вам обязательно надо в бэк-кодике удалить потом данные этой карты. Почему? Потому что американские компании, у них принято, что каждый партнер оплачивает себя за свои личные карты. И, соответственно, когда проходит месяц, то есть такое понятие, как автошип, то есть автоматически снимается абонентская оплата. То есть, это подпекуется в большинстве компаний. Вот, поэтому, если вы за свои карты оплачиваете ваших партнеров, обязательно после оплаты удаляйте данные этой карты. Вот, помимо этого, есть возможность выбора оплаты с активного баланса, доступного от того баланса, либо с кредитов, с тех денег, которые вы, например, заводили за товар. Также можно оплачивать нашу лицензию. Компонентскую активность. Следующий вопрос по поводу стримборда. Опять-таки, еще раз повторюсь, что момент отчета, доступности отчета по стримборду занимает от 6 до 8 дней. Поэтому, на данный момент, у тех партнеров, у которых приобретали товар правильно еще в декабре месяце, у них уже есть отчеты по этим продажам. У тех, кто приобретали в январе месяце, особенно это, ну, большинство наших партнеров, это были сторонние продукты, это все в партии продукты. Вот, соответственно, по ним отчета пока еще не было, и они планируются у нас быть отображены уже где-то к 15 марку. То есть, и так компании позиционируют, что каждого 15 числа мы будем получать отчеты по нашим продажам. Просто в самом начале мы этого не знали, мы думали, что это происходит мгновенно и быстро, но все-таки есть определенные факторы, на которые даже компания не может повлиять. Потому что, например, тежесторонние продукты со стримборда, компания должна эти продукты закупить, отправить их на склады Амазона, выставить, продать, плюс получить деньги от Амазона. И только после этого эти средства будут доступны нам на нашем балансе. Поэтому в любом случае на это уходит время. Поэтому здесь ничего нет страшного, компания деньги не задерживает. Компания четко выплачивает, потому что очень много партнеров уже не раз получали свои вознаграждения, свои комиссии. Деньги на карту в СССР выводятся очень быстро, это где-то 3-4 рабочих дня. Мы выводили на разные карты, поэтому система работает четко. Давайте пройдемся дальше. Пару слов хотел сказать непосредственно о электронной коммерции, потому что многие партнеры, которые заходили немножко раньше, не полностью получали правильную информацию, что же мы покупаем, за что мы платим 50 долларов, за что мы их заплатили. Так вот я еще раз объясню, что мы платим не за спринтборд. Мы платим в первую очередь, это у нас есть 3 составляющие. Это есть обучение от компании, непосредственно как торговать, как правильно делать листинг, то есть от и до, то есть все, что касается электронной коммерции. Второе, это идут инструменты компании, это для тех людей, которые уже имеют первые навыки, с помощью этих инструментов мы облегчаем себе работу в процентах на 70, на 80. И только третья составляющая, это является спринтборд. Это именно тот инструмент, благодаря которому новичок, пока он получает первые знания в компании, пока он выставляет свои первые товары, он может уже начать зарабатывать с первого месяца. Вы понимали, что спринтборд является лишь небольшой частью этого бизнеса, и очень даже незначительная, наверное, где-то не более 5%. То есть основные деньги здесь, в общем-то, сосредоточены непосредственно на самой электронной коммерции. Знаете, когда я действительно посмотрел, сколько стоят простейшие курсы обучения в интернете, в том же Амазоне или Ибэе, то там просто это действительно колоссальные деньги. Поэтому оплачивая лицензию в 50 или в 150 долларов, это, я считаю, это просто копейки по теме знаниями, которые нам может предоставить компания. Которая, в общем-то, уже начала предоставлять, потому что уже после русскоязычной мастер-класса, и понятно, что англоязычная публика немножко раньше нас получает эту информацию. Мы сейчас ждем, чтобы все было подробно переведено на русский язык, хотя уже очень много роликов есть перевод русскоязычный. Пока, конечно, с титрами, но, тем не менее, можно уже эту информацию использовать. Друзья, чтобы мы не забывали, что компания находится при ланч-периоде. То есть, как только наступит официальный старт с этого момента, думаю, что все уже будет четко работать. Но компания только заходит на наш рынок. Поэтому надо понимать, что требовать компании, которые на рынке всего полтора-два месяца, того, что требуют от компании, которые годами находятся на рынке, мы сами понимаем, что на это все нужно время. Плюс русскоязычный рынок, он очень сильно отличается от американского. Тем не менее, сейчас компания создала специальный европейский отдел, который будет заниматься странами, как Восточной Европы, Россия, и абсолютно для каждой страны будет выработана специальная стратегия по работе в электронной коммерции. На самом деле, перевести материал английского науки, это совершенно немного времени занимает. А самое главное, адаптировать саму работу под законодательство и условия каждой страны. Потому что та же самая электронная коммерция в Соединенных Штатах, в Европе, в Европе, или, например, на Украине, в Казахстане, в России, она отличается. Поэтому под каждую страну, в связи с тем, что везде есть свое законодательство, надо специальным образом адаптировать. выбора и покупки товаров на стримборде. Друзья, тоже на стримборде есть очень важный момент. Там, когда мы выбираем товары, есть различные категории. Есть черт-паки продукт, или так называемые сторонние продукты. Это продукты сторонних производителей. Соответственно, это те продукты, которые предоставляются третьими листами. Компания должна их закупить и только после этого выставляет на продажу на Амазон. Именно эти товары, перед тем, как выбирать, об этом, кстати, пишется у нас в личном кабинете, компания рекомендует тщательно провести анализ. Есть такие сервисы, как Google Trends и подобные. Именно на сколько товар востребован, на сколько товар ходовой. И только после этого делать закупки. Есть вторая категория. Это товары категории Prime, или SDA. Это те товары, которые вручную выбираются менеджерами компании. Вот эти товары, они уходят значительно быстрее. Более, буквально на прошлой неделе было 7 страниц категории Prime, которые разобрали буквально за 2 дня. Почему? Потому что эти товары идут в очень небольших, ограниченных количествах, но тщательно отбираются на надземные компании. И вот я рекомендую все-таки больше упор делать именно на товары категории Prime. Хотя и сторонних продуктов тоже есть много интересных товаров. Потом те партнеры, которые готовы и хотят инвестировать больше денег в закупку именно на спринборде, есть товары, которые стоят не по 35-40 центов, а например, в стране были товары, которые стоят закупку по 40 долларов. Соответственно, на них доходность совершенно другая. То есть вы можете приделать даже пакет Апрайм, даже 15 товаров, но которые стоят больше, соответственно, на них накрутка тоже идет совершенно другая. Поэтому приобретя там 15 товаров, которые, в общем-то, стоят, например, по 10-15-20 долларов, но они совершенно другого уровня и прибыли. Это для тех партнеров, которые хотят инвестировать, есть свободные средства, и готовы привезти больше товаров, чтобы заработал больше на спринборде. Хотя компания постоянно об этом повторяет, что компания не инвестиционная, то есть это не инвестиционный фонд. А площадка спринборд, она в первую очередь обучающая площадка. И тот доход, который мы получаем на спринборде, это как только сопутствующий доход в процессе нашего обучения. То есть мы, скажем так, обучаясь, мы зарабатываем деньги. В этот момент все партнеры понимали, что это не инвестиционный фонд, у нас не хайп, это действительно очень серьезный бизнес и серьезная компания. Поэтому серьезный бизнес, понятно, за два дня он не строится. Друзья, я вот, на самом деле, выбирал компанию достаточно тщательно и долго, потому что я привык всегда работать на себя, порядка 20 лет, частный предприниматель, работал в торговле, и был в своих слов. Поэтому понимаю, как это делается и как выстраивается бизнес. и я больше чем уверен, что мы с вами на правильном пути и очень нужной и хорошей компанией. Теперь, друзья, я вернусь к этому слайду. Мы сейчас все ожидаем следующего продукта компании. Это продукт называется Marketplace. Вот это именно та площадка, с помощью которой мы можем зарабатывать не собственных аккаунтов, даже на Амазоне, на eBay, потому что действительно во многих странах, в частности, вот я сам с Украины, существует такая проблема с PayPal. Вот это мы, оно у нас полноценно не работает, и на данный момент, опять-таки, может быть, все-таки через какое-то время этот вопрос решится, все равно он рано или поздно решится, потому что время идет вперед. Но, тем не менее, компания ищет альтернативные пути для заработка в таких странах. Сейчас, друзья, я вот разделил доход компании на три составляющие. Первое – это торговля на площадке Springboard, это понятно, то есть мы уделяем эту площадку буквально первый час-два часа времени своей работы. То есть мы зарегистрировались, оплатились, выставили товар, и после этого спокойно можем приступать к обучению. Вот. Вторая составляющая – это доход от построения структуры. Действительно, тоже кому интересно, я очень рекомендую обратить внимание на этот источник дохода, потому что тот план вознаграждения, который представлен именно в этой компании, он очень отличается от большинства компаний, он значительно интереснее, позволяет зарабатывать буквально на первых этапах. Это очень важно. Номичку, человеку, который только начинает бизнес, может на первых, самых первых этапах уже зарабатывать деньги. Вот. И, конечно, основной такой слагман – это торговля на eBay, Amazon, Bonanza. К этому мы все идем, но мы понимаем, что обучением у нас может заниматься, пока мы станем профессиональными продавцами, порядка там трех-четырех-пяти месяцев. До полугода мы можем обучаться. Вот. Но самое главное, что даже платя это время, там, 50-150 долларов в месяц, за те знания, за те возможности, которые дает компания, это очень небольшие деньги, потому что торгуя напрямую на таких площадках, как eBay, Amazon и Bonanza, можем зарабатывать совершенно другие деньги. Теперь, друзья, давайте я сейчас покажу вам экран. Вот. И подробно пройдусь по бэк-офису и покажу, где, кто находится, в плане по спритборду, где найти мастер-класс и как правильно работать с банковскими картами. Давайте сейчас по этапу. Значит, первое. По поводу оплат банковских карт. Очень важный момент. Когда у нас проходит оплата за нашу активность, либо покупку, либо пакета. Вот. Данные об этом мы можем в этом разделить. Смотрите. Заходим в платежи. Дальше. Счета. Вот здесь написано счет фактуры и способы оплаты, либо Payments Mentors. Так вот, заходим на способы оплаты. Вот здесь, смотрите, в самой первой строчке здесь идет кредитная карта. Вот, когда вы сделали оплату своей активности вот с того кабинета, у вас данные вашей карты, они заносятся вот прямо сюда, вот в первой строчке. Сейчас у меня нету. Вот, надеюсь, у вас будет ваш номер кредитной карты, срок действия, дата добавления. Вот, и справа у вас будет кнопочка такая красненькая, Delay. Так вот, я рекомендую, если вы со своей карты оплачивали партнера, то обязательно после оплаты с его кабинета вы удаляете эту карту. Почему? Потому что пройдет месяц, когда будет продление активности, компания может автоматом запросить средства с той карты, с которой происходила оплата, потому что она сохраняется здесь в компании. Есть второй момент, что мы здесь настраиваем очередность расчетов. Очередность – это с какого счета при оплате следующего пакета надо в первую очередь брать средства. Здесь есть три варианта. Это кредиты, это средства, которые мы заводим на покупку товара на спрингборде. Утвержденный баланс или провод баланс – это доступный баланс, который мы получаем у нас на счету, то есть тот, который нам доступен для вывода. И третий – это кредитная карта. И вот мы выставляем очередность. Вот видите, первая очередь, вторая очередь и третья очередь. То есть мы можем это выставить в любом порядке. Но независимо, как мы выставили, вот, если у нас ни на одном из счетов здесь не будет средств доступных, то все равно идет запрос к банковской карте. Вот что и произошло первого числа. Вот у многих партнеров были автоматом сняты деньги. Поэтому обязательно к этому вопросу относитесь серьезно. Я вот буквально несколько школ назад я об этом говорил, о настройках вот этих. Так вот, если вы оплачиваете за свои карты партнеров, то обязательно после этого удаляйте здесь карту. А вообще рекомендую, чтобы каждый партнер оплачивал свои карты. Это тоже очень важно. На самом деле, конечно, есть такая проблема, особенно на Украине, и в нескольких других странах, когда многие карты не проходят. Но для этого у нас в системе есть возможность создавать виртуальную карту. С помощью этих виртуальных карт мы можем оплатить любого партнера. Я рекомендую этим способом пользоваться, потому что я сам лично проверял, очень хорошо работает. То есть, к примеру, если у нас есть заработанные деньги на балансе, мы выводим их на сервис GTG, это идет без комиссии, и там создаем виртуальные карты, и прямо с этой виртуальной карты мы можем оплатить абсолютно любого партнера. Мы можем создать виртуальную карту буквально там на 50 долларов, дать данные этой карты любому своему партнеру, партнер оплатит, и это очень удобно. То есть, вы экономите на комиссии, на выводе средств, и партнер таким образом решает вопрос, если не получается оплатить свой кабинет, если какую-то карту не пропускает. Это тоже очень важный момент. Теперь следующий вопрос, который меня задает, это где находится запись мастер-класса? Ну, последний мастер-класс он действительно шел больше трех часов, вот, и так как в свободном доступе его нет, запрещено выкладывать, но он есть у каждого оплаченного партнера в личном бэк-описе. где он находится? Вы заходите на продукт, выбираете категорию Prime, и здесь тренинг, и список тех тренингов того обучающего материала, который дает нам компания. Так вот, смотрите, последняя у нас колоночка здесь, бонус International Training. Заходим сюда, и вот здесь мы местаем и выбираем Russian, на русском языке. И вот, пожалуйста, в записи 3 часа 6 минут запись последнего мастер-класса, который был в этом воскресенье. Также весь обучающий материал, он будет здесь записываться в архиве, в котором любой оплаченный партнер может всегда с удовольствием воспользоваться. по поводу, кстати, того вопроса, что некоторых партнеров, которые оплатились только первый раз, например, в январе месяце, вот, и у них сейчас, они, нет, еще не получили за Springboard, то деньги на Springboard все равно начислены будут, поэтому, чтобы люди не переживали. Но я рекомендую не тянуть, не ждать времени, пока начислятся деньги от продажи Springboard, а все-таки продлевать активность, потому что неактивный партнер, он не имеет доступа к этому обучающему материалу. А я думаю, друзья, все мы с вами пришли сюда зарабатывать и тоже зарабатывать, поэтому время для нас очень важно. Чтобы не терять время и получать вовремя все обучение от компаний, которые уже полным ходом начинают проводиться, я рекомендую не затягивать, потому что все равно Springboard это только как такой дополнительный инструмент, который позволяет нам окупить наши расходы на первоначальном этапе на обучение, потому что основные деньги, самые большие деньги, то, ради чего мы сюда все пришли, это на торговле, на самой электронной коммерции. Друзья, еще раз напоминаю, чтобы правильно понимали сам продукт, потому что есть партнеры, которые получали информацию не совсем верно, не всем правильно поняли, потому что Springboard это только такое, как трамплин, он даже переводится в трамплин компаний, как первый момент, на первый шаг, чтобы поддержать новичка на первоначальном этапе. А это действительно обучение и те возможности, которые нам дает компания. Тем более, сейчас подготавливаются все инструменты, которые мы можем в будущем использовать при переработе на площадках Amazon, eBay и соответственно идет постоянное увеличение функций, конечно, сейчас далеко не все доступны, чтобы люди понимали, что компания в фриланче повторяется с пониманием относимся, хотя я сам такой, что мне нужно еще вчера постоянно тоже стараюсь, каждый день закажу в бэк-офис и буквально по 10 раз в день смотрю, что появилось новому, это очень интересно, самому так хочется максимально быстро выйти, но с другой стороны, я понимаю, как строится бизнес, я лучше здесь сейчас немножко потерплю, но я знаю, что через какое-то время, буквально несколько месяцев, мы сможем полноценно торговать на площадках и зарабатывать уже серьезные деньги. Тем более на данный момент у нас есть уникальная возможность параллельно заняться построением структуры, потому что действительно такую компанию не стыдно приглашать. На самом деле я много компаний тестировал, в некоторых участвовал, но такой бизнес я понимаю, что в ближайшие несколько лет он будет только расти, и мы находимся на самом старте, действительно, пускай такую возможность не стоит. теперь давайте я включу чат и отвечу с удовольствием на все ваши вопросы. Только единственное, что вопросы отвечают технического характера, что касается работы бэк-офиса, кабинета, то есть то, в чем я сам разбираюсь, потому что вопросы, касающиеся непосредственно площадок Amazon, eBay, это будет рассматриваться на отдельных специальных тренингах, на отдельных специальных обучающих схемах, где будет соответствующая тема. Входим? Все, друзья, я открыл чат, буквально давайте минутку времени, я подожду, вот если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Друзья, пока вы пишите вопросы по Украине, вот этот важный момент, пока я не забыл, вчера была встреча представителей НБУ с PayPal, вот, конечно, встреча особо ничего не принесла, потому что PayPal в ближайших планах не видит Украину, но, как бы, это не печально, но, с другой стороны есть все равно выход, как работать для Украины, сейчас мы его будем пытаться максимально тестировать, изучать, а это в первую очередь это работа через посредников, потому что есть компании, фирмы-посредники, которые предоставляют свои счета PayPal для работы в тех странах, на которых PayPal полноценно не работает, то есть, соответственно, ваш покупатель, когда вы открыли счет на eBay, рассчитывается на PayPal фирму-посредника, и потом эта компания-посредники исчезает средства вам. Единственное, что работать с этим посредником надо очень аккуратно, правильно, то есть, мы сейчас будем этим вопросом серьезно заниматься, чтобы для партнеров с Украиной, Казахстаном было абсолютно комфортно или легко работать в электронной коммерции. А пока я рекомендую все-таки для жителей Украины, что и сам делают, это в первую очередь упор сделать на Amazon, так как Amazon работает отлично с картой Pioner, мы привязываем карту Pioner к Amazon, и весь расчет за товар мы можем получать на эту карту. Поэтому двигаемся в таком направлении, но тем не менее, сейчас первые результаты, стратегии для каждой из стран. Все-таки, конечно, очень важно, что компания нам это предоставила, в ближайшее время ждем вот этих вот результатов. Когда будем двигаться по четкой стратегии, нам будет легче работать и эффективнее. Александр, есть решение PayPal для Украины? Ну, я вот только что ответил по этому вопросу. Вчера было встреча, но пока что PayPal, к сожалению, в ближайших планах не видит Украину для полноценной работы. Поэтому все-таки я думаю, что мы будем первое время изучать работу с потребителями. Конечно, это придется оплачивать дополнительную комиссию, но тем не менее, это лучше, ничего. ух, сейчас добавлю. так, вроде громче давно быть. Так, Роман, я ушел в минуту 62 по товару, как мне быть? Роман, я не совсем понял вопрос. Дело в том, что в по товару на Спрингборге выставили товар или как? Если это вопрос по торговле на Амазоне или Эбэй, то мы будем этим вопросом заниматься на деле. Как работает, как правильно выставлять товар. срок Лариса, меня интересует прохождение товара и оплата той продукции, которую я покупаю дороже. Тоже теряю три недели за покупку лицензии. Смотрите, я по поводу конкретно отображения по спрингборду и покупки лицензии. Как я рекомендую партнеров и сейчас сам планирую делать. так как срок отображения от непосредственно закупки товара и конечного поступления спринсов может занимать до восьми недель, то есть это фактически два месяца. То я рекомендую все-таки выбирать товар в ценовой категории. Во-первых, обязательно, чтобы он был в категории прайм, он больше продается, потому что мы понимаем, что сторонние продукты компания не гарантирует, что все 100% они продадутся. То есть какой-то товар может продаться какой-то и не продаться за первый месяц. Поэтому все-таки рекомендую взять, брать товар в категории прайм и по ценовой категории смотреть, чтобы на нем была больше разница между, выше доход был на этом товаре. Тогда, по крайней мере, если мы даже получим начисление через два месяца, прибыль этого товара купит оба месяца лицензии и даже будет определенная прибыль. Это будет очень удобно. Сейчас мы ждем первое отображение в марте месяца по спринтборду, и, соответственно, тогда мы выставим самые оптимальные стратегии. Мы этим сейчас серьезно занимаемся, потому что наша задача, чтобы с каждого из источника дохода получать максимум. То есть, как мы понимаем, у нас есть три, это спринтборд, доход от структуры и торговля на площадках. Поэтому по каждому источнику дохода будем стараться извлекать максимальную прибыль. по поводу посредников, я сейчас сказал, что мы пока будем рассматривать, какие варианты возможны. Мы пока будем этим вопросом только заниматься. Потому что для Украины, например, реально сейчас работающий механизм это торговля на Амазоне и Бонанзо. В основном это Амазон, конечно. Поэтому пока что основной инструмент это будет Амазон, при том есть еще ряд других площадок, которые тоже будем решать. И все-таки компания инфиняя в курсе о таких проблемах как PayPal и они сейчас готовят специальные стратегии для тех стран, где PayPal полноценно не работает. Это мы говорим как дополнительный вариант то, чем мы тоже будем сейчас заниматься. спецсловат которые еще продлили лицензию, у них опять на спринг-городе стали доступны еще 15 товаров. То есть это очень хороший момент. То есть количество обновляется при каждой оплате лицензии. То есть это не надо ждать 2 месяца, пока за тот товар придет результат, и только после этого можно брать следующий товар. А при каждой оплате лицензии мы можем заново добирать еще 15 видов товаров. Просто я о чем говорю, что есть товары сторонних продуктов, например, они идут в закупки, 45 до доллара. А вот, например, в категории Prime есть очень много товаров, которые стоят в закупке 10, 15, 20 долларов. Соответственно, на них накрутка идет значительно выше. То есть взяв тех же 15 товаров в категории Prime, помимо того, что они все-таки в меньшем количестве находятся, тщательно подобраны сотрудниками и компаниями, на них еще может быть значительно выше накрутка. Поэтому это надо внимательно, когда вы смотрите товар на той же Springboard, рекомендую по каждой категории внимательно смотреть. Если заблокирован бэк-офис, на балансе есть деньги. Как делать проплату теперь в каком случае? Оцена, смотрите, по поводу блокировки бэк-офиса. На самом деле, вот та надпись, которая у вас выходит, если у вас неоплаченный бэк-офис, это не заблокирован. То есть, если вы нажимаете клост кнопочку, или дальше просмотреть, вас выбрасывает на табличку с оплатой. Вы потом возвращаетесь обратно, и вы попадаете в бэк-офис. То есть, он не должен блокироваться, потому что у меня тоже, когда мы в бэк-офисе, закончилось действие лицензии, но он не был заблокирован. Там просто выскакивает надпись. Поэтому, если у вас не получаете, то вы можете через вычисляющих лидеров, или дать мои контакты, я помогу это сделать. То есть, если у вас на балансе есть деньги, то вы спокойно можете с него оплатить пакет. То есть, бэк-офис не должен быть заблокирован. Алекс, не привязывается карта Пионер к GPG. Что сделать? Смотрите, карту Пионер я рекомендую использовать именно для Амазона. Потому что Пионер тоже есть определенные свои правила. И эта карта является предоплаченной. Вот и к GPG не все карты привязываются. К GPG рекомендую привязать карту Visa MasterCard любого банка. То есть, абсолютно любого банка с Россией, там, Сбербанк на Украине, Приватбанк, абсолютно любые банки привязываются спокойно к GPG. То есть, в этом вообще проблем нет. Пионер я рекомендую использовать непосредственно для Амазона. Так как Пионер является официальным партнером Амазона. Он не является партнером GPG, поэтому у них там есть свои определенные целевые назначения. То есть, карта Пионер, она вообще служит для расчетов за какие-то товары или услуги. Поэтому для Амазона она отлично подходит. То есть, люди, когда рассчитывают с вами за товар, они непосредственно перечитают деньги, и вы получаете деньги за товар на вашу карту Пионер. Как будет проходить оплата? Тот товар, что мы купили, дороже, оплатится тоже через 6 недель. И в текущий месяц считать не будут. Смотрите. Давайте еще раз объясню по спринборду. Лицензия стоимостью 50 долларов. Берем пакет, правильно. Мы оплачиваем на 30 дней. То есть, ежемесячно у нас идет оплата. Что такое лицензия? То есть, мы оплачиваем за обучение, за инструменты компании, за те функции, те ресурсы, которые дает нам компания. Отчеты по спринборду, они не привязаны к месяцам. Они зависят от скорости продажи товара, скорости отчетов по товару. То есть, этот цикл занимает 6-8 недель. То есть, соответственно, я думаю, что эту разницу вы сильно почувствуете только первый месяц. Почему? Потому что, смотрите, вы первый месяц закупили 15 товаров. Они на спринборде ушли в продажу на Амазон. На следующем месяце вы оплачиваете лицензию. Вам опять, вы можете взять еще 15 товаров, берете еще 15 товаров. Уже вторые 15 товаров ушли на продажу. Но к 15 числу вы видите, допустим, первый отчет за первую продажу товара. То есть, соответственно, каждого 15 числа, каждого месяца мы должны видеть наши результаты по продаже на спринборде. На возрасте вообще компания нам обещает, что мы видели в реальном времени. И на самом деле на категории Prime на товарах, там и есть отчетность в реальном времени, то, что Китэш и обещал. То есть, когда мы смотрим отчет по товарам, мы видим, либо он end Amazon, либо sold out. То есть, в зависимости от того, если end Amazon пишется, значит, это находится товар на Амазоне. Если sold out, это товар находится, вернее, как sold out, это товар уже продан. И тогда мы видим, какого числа нам поступят деньги на баланс. То есть, всю эту отчетность компания сейчас хочет уменьшить в максимально жаркие сроки. То есть, делать так, чтобы этот отчет занимал гораздо меньше времени. Компания постоянно этим занимается, мы постоянно об этом пишем, постоянно об этом говорим. Потому что это очень важно. Но есть внешние факторы, которые не зависят от компании. То есть, есть скорость поступления товара, скорость продажи, скорость поступления, все равно оно занимает время. Поэтому, я думаю, что вот эта вот разница, она может быть, будет видна, ощутима только в первый месяц-два. Потом, когда у вас идет ежемесячное начисление за товар, то есть, практически, вы каждый месяц начинаете получать эти списки. Это, например, для тех партнеров, кто получал уже наградение со структуры, там, где идет 14 дней, через 14 дней мы видим поступление средств. Так вот, оно ощущается только в первые две недели. А потом вы начинаете еженедельно получать уже деньги, например, по тому вебинару, да, под вознаграждение двойной команды. То есть, вначале мы выжидаем две недели, а потом все равно оно циклически раздвигается, что мы каждую неделю получаем средства. То есть, это тоже очень удобно. Поэтому только на первоначальном этапе мы видим вот эту вот разницу. Если партнер не оплатил за лицензию, но оплатил на спритборде, где он видит прибыль от продажи товара? Значит, смотрите, по поводу этого вопроса. Я общался с техподдержкой буквально вчера, что они ответили, что если у человека за куплен товар, но он не проплатил лицензию, деньги с товаром он все равно получит. Единственное, каким образом это будет видеть отображение, мы сейчас просто посмотрим. То есть, я еще этого не видел. Потому что буквально у нас сейчас первого числа была первая повторная оплата. То есть, фактически первый раз у нас повторно оплачиваются партнеры. Потому что до этого мы должны были оплачиваться 1 февраля, но компания для русскоязычных партнеров продлевала вначале до 15 февраля, а потом еще продлилась до 1 марта оплату. Поэтому повторные оплаты были сейчас только первые, поэтому сейчас уже увидим и, конечно, об этом сообщим. Людмила, за неделю надо пригласить 4 человека на 50, чтобы получить доход. А если в неделю только по одному приглашу, только реферальный буду получать и все. Смотрите, Людмила, по поводу бонуса, это вы говорите о бейгинер-бонусе 50 долларов. Значит, смотрите, вам надо за первые 30 дней на каждые 200 баллов в первой линии вы получаете дополнительный бонус 50 долларов. То есть, фактически это за каждые 4 человека по 50 долларов. То есть, проходит первые 30 дней, и как насчитывается бонус? То есть, к примеру, вы зашли с 1 марта и до 31 марта. У нас есть календарный месяц, 30 дней. И вот за это время считается товарооборот вашей первой линии. То есть, например, если у вас 8 партнеров первой линии по 50 долларов, то это получается у нас 400 билизы, 400 долларов оборот. Соответственно, вы дополнительно получаете бейгинер-бонус 100 долларов. Но есть другой момент. Если у вас, например, в первой линии может быть 5-6 человек, которые зашли на пакет СЕРШ, например, стоимостью 150 долларов, или, например, там кто-то зайдет за 400 долларов, там идет гораздо интереснее. То есть, например, 400 долларов, это еще 100 долларов в бейгинер-бонус. Поэтому тут очень важно именно первые 30 дней, потому что бейгинер-бонус, АВБ-1, то есть первый бейгинер-бонус, он подсчитывается за первые 30 дней вашей работы. Поэтому тоже, кстати, очень интересный вид дохода. Потому что на стартовом этапе, особенно я вот многих партнеров, вот у меня кто проплатили, допустим, 5-го числа, предположим, у них прошло 20-25 дней, смотрю, у них там 3 оплаченных партнера. Я говорю, ну смотрите, вот еще одного человека приглашаешь, и получаешь дополнительно 50 долларов. То есть выгодно даже самому, может быть, одолжите оплачивать 50 долларов, чтобы получить дополнительный бонус. Поэтому обязательно первые 30 дней внимательно сперите, чтобы вы в никаком случае не теряли свое награждение. Как можно удалить привязанную карту? А я вот только вот немного раньше пропустили, я показывал, там где Payments Method, вот, вверху там есть данные карты. И справа там кнопочка отображается красная, Delay. Просто у меня там не было сейчас активных карт, поэтому не было видно этой карты. Но вот вы заходите в раздел Платежи, потом счета, или по-английски Billing, вот, и справа там есть Payments Method, зеленая кнопочка. И вот там есть ваши привязанные карты. То есть вы оплатились с этой карты, и после этого можете ее удалить. То есть если это ваша карта, и вы с нее ежемесячно делаете оплату, то, конечно, можете ее не удалять. Но все же я рекомендую удалять. Почему? Потому что все равно у вас есть какие-то начисления на текущем балансе. Например, если бы вы вовремя не переставили, там, очередность оплат, то у вас все-таки первоочередно деньги снимались именно с текущего баланса. А не так, чтобы вы выводили на карту, тратили комиссию, и после этого у вас проходила оплата. То есть это тоже очень важный момент. Вот, поэтому рекомендую все-таки, как вы оплатили с карты, карту удалите, чтобы вы были спокойны, потому что мало ли, что бывает, действительно, у нас средства на карте предназначены для каких-то там других целей потом. И вы ставите в первую очередь оплату с текущего баланса. Если уже там, к примеру, средства вы вывели, или вот на данном нет, нет средств на балансе, тогда вы уже спокойно в ручном режиме делаете оплату пакетов по своей карте. С какой площадки брать товар, чтобы продавать на Амазон, и как через Инфиняй? Смотрите, вообще, когда мы торгуем на Амазоне, есть очень много площадок, например, такая, как Walmart. На самом деле, она не одна, там достаточно много площадок, это мы будем все подробно разбирать уже на школах, непосредственно по торговле. Инфиняй привязывается к аккаунту Амазон или eBay, специально об этом есть обучающие видео. Они, кстати, у нас размещены в разделе, где я показывал, там где Prime, там есть списки обучающих видео, там есть регистрация на eBay, регистрация на Амазон, и привязка к форме Инфиняй. Сергей задает вопрос, если PayPal привязать счет с Американского или Европейского банка, но работа с территории Украины. Смотрите, не подойдет, тут вопрос не в этом. Смотрите, когда вы PayPal открываете на территории Украины, то на территории Украины недоступна функция приема платежей. То есть вопрос не в выводе. Вы на свой PayPal, зарегистрированную на Украине, не можете принять платеж. То есть оплатить вы с него можете, то есть вот у меня, например, PayPal верифицированный 2013 года, я пользуюсь этим. То есть я могу привязать, я сниму свою банковскую карту, она мне привязана, и с помощью PayPal могу делать покупки на том же eBay, Амазоне или где-то в интернете. Но получить деньги на этот счет я не могу. То есть нет такой функциональной возможности, даже кнопок меньше вот на Украине. Поэтому в этом-то вся основная проблема. Если бы вопрос был, как вывести, то можно было бы вообще просто переводить на другой счет PayPal и с него уже выводить. То есть на самом деле это уже гораздо меньше проблем. Но мы не можем получать деньги на наш счет PayPal. В этом-то вся основная как бы сложная. Поэтому вопрос сейчас либо в первые этапы, конечно, мы будем использовать Amazon и те площадки, которые не требуют PayPal. Ну и возможно вариант работы с посредниками, но опять-таки здесь надо все никак изучать внимательно. Потому что если где-то сделать неправильно, то могут даже заблокировать аккаунт. Поэтому на eBay я всегда рекомендую перед каждым шагом внимательно читать правила и узнавать. Потому что есть партнеры, которые начинают экспериментировать, за это потом у них происходят блокировки. Ну и это довольно серьезно. Очень строгие правила. Поэтому мы не спешим сейчас в этом направлении. Вера неоднократно оплачивала и получала оплату с PayPal на свою карту Visa. Вопрос. Не обязательно подключать счет в американском банке? Смотрите. По поводу PayPal и карты. Например, тот же Pioneer я рекомендую для использования торговли на площадке Amazon. Почему рекомендую именно эту карту? Потому что она является официальным партнером. Это очень удобно. Плюс на мастер-классе буквально последнем я советую вам посмотреть еще раз записи. Там говорилось об этих счетах в американских банках. Есть определенные требования на различных площадках по использованию этих счетов. Поэтому посмотрите в мастер-классе там как раз об этом подробно говорится. Распоель оплатить за лицензию с GPG. Кстати, вы можете с GPG оплачивать свои лицензии без проблем. Делается это очень просто. То есть если вы уже вывели ваши средства с вашего доступного баланса на GPG, то для того, чтобы оплатить в GPG, вам надо в GPG создать виртуальную карту. Вам не надо в GPG выводить на вашу банковскую карту. Вы будете оплачивать комиссию. Вы просто моментально создаете в GPG виртуальную карту и с этой виртуальной карты уже оплачиваете лицензию. Притом вы можете оплатить лицензию не только себе, но и своим партнерам. Предположим, если у вас допустим на GPG 100 долларов, вы себе оплатили 50, вот еще осталось на 50, вы просто выписали карту отдельную, дали своему партнеру, он с нее оплатился, а ваш партнер считался с вами наличными или на отчет любым способом. Алис, может компания сделать посредника для партнеров? Кстати, об этом компания и говорила, и действительно, возможно, это будет очень важным решением, потому что посредники тоже бывают разные, то есть я на самом деле, смотрю, в интернете достаточно много посредников разных, и это все надо вникать, изучать, смотреть. Если компания возьмет все эти функции посредничества на себя и эти вопросы сможет решать, просто цены не будет. Андрей, у нас другая проблема с PayPal, и карты Pioner. Я из России, как выяснилось, что карту Pioner нельзя привязать к PayPal. Вы знаете, там есть определенные нюансы, но здесь я, кстати, по России не подскажу на поводу привязки карты, но где-то мне попадалось именно, что даже на форуме по поводу Pioner, что начали массово ее привязывать, и там есть какие-то нюансы, вы сильно об этом слышал. Но дело в том, что если у вас работает PayPal, то вам не обязательно можете привязать, допустим, для вывода средств, можно взять любую банковскую карту. другую. Вот, в этом направлении конечно сейчас будем работать и траницем вообще, чтобы у нас было четкое решение для каждой страны. В данном случае я смотрю по Украине, как это сделать, у нас немножко посложнее, то есть по крайней мере в России PayPal работает, на Украине PayPal не работает, поэтому у нас в общем-то Pioner это, наверное, один из таких немногих вариантов, которые реально сейчас работают. Роман, я купил 77 штук товара на спринборд. Роман, смотрите, да, было такое в самом начале, когда только появились первые товары по спринборд, вот там видать не работала система счетчиков, да, вот это вот учитывание контроля количества товаров, и многим партнерам удалось в общем-то закупить значительно больше товаров. Вот эти компании задавали этот вопрос, говорят, ну будем как-то технически решать, но на самом деле, ну вот, не знаю, наверное, наверное, ушли в продажу, может быть, просто повезло. Вопрос следующий. В предводе товары Prime. Так, давайте я сейчас буквально, может быть, закончу с вопросами и переключу, покажу еще раз экран, и покажу по спритборду, потому что я не показал, покажу, в какой кладочке там все находится. Так, следующий вопрос. Если я не проплатила с 1 марта, я могу с Амазона и банан завоставлять на спритборд товар, так как на ebay не могу учитывать, у меня приостановлена учетная запись. Смотрите, если вы не оплатили лицензию, то инструментами, не ценяю, естественно, пользоваться никакими не сможете. Единственное, что речь шла о том, что если у человека был закуплен товар на спритборд, ранее, еще отчета нет, то средства за проданный товар он все равно получит. Но я не рекомендую пропускать, потому что во-первых, вы не будете получать ни обучения, ни инструменты компании, вы просто потеряете много времени. Мы всегда наоборот стараемся ускоряться, чтобы было больше обучения и быстрее выходить на реальный доход. Потому что все-таки я пропускать никому не рекомендую. У меня все партнеры обязательно говорят, ребята, как заканчивается лицензия, обязательно проплачен дальше, потому что тем более это не те деньги, тут же нет каких-то бешеных сумм по оплате. То есть то обучение, то есть те инструменты, которые дает компания за эти деньги, это действительно очень небольшие деньги. Просто вопрос в том, что компания сейчас находится в преланч-периоде, в периоде мы еще не видим полноценно всех возможностей компании. Мы только частично получаем по мере входа компаний на рынок, на наш русскоязычный, потому что на англоязычном рынке компания уже давно работает, там у них все отлажено, а у нас рынки отличаются, видите, сколько есть вопросов конкретно по Украине, по России, по платежным системам, и это все компания старается сейчас в общую базу все это решить и правильно все настроить. компания поверьте, многие говорили, вот компанию заплатили, а сейчас пока еще ждем. Я вам объясню, что компания заинтересована, чтобы мы не инвестировали в нее деньги, а чтобы мы сами торговали, зарабатывали деньги и ежемесячно оплачивали компанию лицензию. А ежемесячная оплата будет только в том случае, если продукт компании полноценно будет работать. Поэтому компания больше всех нас заинтересована, чтобы максимально быстро мы в полном функционале получили все продукты компании. вот этот момент пойдем дальше. Я узнал у посредников они не работают в дропшиперах. во-первых, давайте так, посредников много, все-таки я думаю, что Infinii предложит свой вариант, потому что об этом им уже говорили. И они конкретно сейчас сама компания ищет варианты, и Пеш об этом кстати говорил, что он готовит четкую стратегию для Украины сейчас. Украина, Казахстан, те страны, где полноценным не работают. системы. Вот, поэтому в любом случае сейчас ждем слово за компанией. И дальше будем уже принимать решение и искать пути. Но все равно параллельно мы все равно ищем те возможные варианты, которые могут нам улучшить работу, упростить и вскоре. потому что к сожалению в виде НБУ с Пайпалом это может быть процесс еще долгий. Сергей, где можно узнать, почему не могу вывести деньги с кабинета на GPG? Сергей, честно говоря, первый раз сталкиваюсь с таким вопросом, потому что там выводится в общем-то одной кнопкой. То есть если у вас привязан к GPG, вот здесь доступный баланс, вы просто вводите эту сумму и нажимаете кнопку и он буквально в течение 12 часов он уже на кошельке GPG. Поэтому может быть скажем так либо вы там не до конца разобрались, либо действительно там какая-то техническая ошибка. Надо просто в техподдержках обратиться. оксана, по поводу оплаты пакета с баланса. Попробуйте поставить кредиты. И может быть пройдет оплата, потому что оно автоматом с баланса даже снималось. Когда проходила автооплата, вы можете выбрать автооплату в настройках, если у вас на балансе есть деньги, должно было по идее автоматом сняться. потому что у некоторых партнеров так проходила оплата просто автоматически. То есть прошло время ребилинга, 1 числа идет оплата, и на балансе есть доступная сумма, главное, чтобы она была хотя бы 50 долларов или 49,95. И автоматически проходит эта оплата. Если не будет проходить, рекомендую опять-таки просто этим вопросом тоже написать поддержку. Потому что они сейчас вот эти моменты настраивали, но что касается активного текущего баланса, у людей снимали действительно отриц-ва и проходила оплата. Потому что у нас несколько партнеров прошло оплата, так как автоматически в режиме не вводили. Валентина, «Как определить, что это товар FBA?» Смотрите, если это касается по спринтборду, первая категория FBA-товар, это товар категории Prime. Это у нас в первой страничке. Давайте я сейчас буквально завершу с вопросами, я зайду на спринтборд и покажу именно, где кто находится. Максим, «Добрый вечер, как быть? GPG сделал ошибку, неверно указал месяц срока годности на карте, а поставил деньги на вывод, деньги переведут на карту». «Максим, если неверные реквизиты, то вполне возможно, что нет, просто он, наверное, будет писать вам техподдержку. Обычно идет проверка по этому плану. Но, конечно, рекомендую платежных системах вообще всегда не спешите и очень внимательно к этому относиться. «Людмила, так значит месяц можно брать только 15 товаров, а говорили, что если даже один из товаров продается, то можно покупать еще один и так далее». «Людмила, смотрите, когда вы заходите на Springboard, и там вверху четко написано в правилах, что 15 товаров у вас дается на срок действия текущего пакета. То есть, что происходит? Вы оплатили, допустим, пакет Prime, у вас стало доступно 15 товаров. И с момента следующей оплаты вам прибавляется еще 15 товаров. То есть, к примеру, если вы, допустим, сейчас выкупили 14 товаров с 1 остался, и на следующий месяц еще 15 добавили, получился всего 16 товаров. То есть, товары никуда не пропадают. Но обновление доступного количества товаров идет при каждой оплате пакета. Сейчас по спритборду покажу. разница между минимально предлагаемой ценой и продукты под 45 центов выше, чем продукты с более высокой ценой. Всегда так. Более дешевый товар, соответственно на мелочевке, скажем так, всегда идет больше накрутка. У нас даже на Украине у нас в Одессе такой рынок проблемных седьмой километр. Там люди напрямую из Китая получают товар. Так вот закупки может идти вообще на гривне 50 копеек гривну, а продаваться за 20 гривен. Действительно есть такое. На дорогом товаре накрутка гораздо меньше. Как правило, на дешевом товаре больше всего и накрутка. Но есть еще понятие категории товара. Например, если компания выбирает категории Prime, то есть отобранный товар, эксклюзивный, по которому конкуренция минимальна, соответственно там наценку можно поставить значительно выше. То есть в чем он интересен. Потому что тот товар, которого много на рынке, соответственно большая конкуренция. А тот товар, который отбирает в небольших количествах и которого в малом количестве присутствует конгресс, конечно товар значительно выше. Вопрос на PayPal какие нужны банковские карты? Вы знаете, к PayPal я на Украине привязывал свою карточку в Приватбанк в 2013 году это делал. по России я думаю, что тоже любого банка привязывается. следующий вопрос. Я работаю с Лондоном, уже заплатил второй раз, со Springboard никаких выплат не видно пока. Смотрите, под Springboard я думаю, что скорее всего вы брали товар в январе. Я думаю, что отчеты и выплаты мы увидим, по крайней мере компания так вот позиционирует. Это просто понятно, что первую выплату мы, получается, дольше ждем, а дальше, естественно, если мы будем каждый месяц закупать товар, я думаю, что это уже циклически и оно будет не так заметно. Смирнов Андрея, как тогда карту Пионер пополнить? Смотрите, во-первых, нам для чего нужно сейчас карта Пионер, в принципе, для работы на площадке Амазон. То есть Пионер является официальным партнером, отлично привязывается к площадке Амазон и, соответственно, на нее мы будем получать деньги за проданный товар напрямую от Амазона. Если вы хотите пополнить ее с другой карты, с другого человека, там есть специальная форма. Кстати, мне недавно даже письмо приходило от Пионера, более сколько карты получил недавно, и как раз у них было рекламное письмо в том плане, что вы можете получать платежи на Пионер с другой карты виза мастерка. Просто вы вводите данные от кого вы будете получать. Есть специальная форма, на самом деле в Пионере можете зайти прямо на техподевку, и там подробно на форме все это описано. Комиссии, конечно, да, на таких картах Пионер там везде, это практически везде, в таких картах высокие комиссии, с этим, конечно, надо учитывать этот момент и, соответственно, при выставлении цены всегда на это смотреть. кстати, очень важно, у меня один партнер в Амазоне делал первую продажу, так вот он говорит, думал, что продал плюс, продал минус, он не учел момент налога. Всегда, когда вы выставляете цену, наценку, обязательно вы должны учитывать все расходы, которые идут при продаже товара, чтобы правильно выставлять цену. Также, очень важно, что когда полный функционал Infinii уже будет доступен, то там вы просто, когда вводите стоимость товара, выбираете наценку, и компания Infinii уже контролирует, чтобы мы не допустили никаких ошибок. Это тоже очень важный момент, именно при составлении листинга. Запись будет? Да, запись, я думаю, будет, потому что у нас должны были пару партнеров записывать, и обязательно потом выложат в чат. Мило, зарезервированный товар, если его взяли на продажу, все равно отражается в бекописе. Да, в том-то и дело, смотрите, на спритборге, когда товар у нас уже зарезервирован, уехал на продажу, у нас идет отображение Reservation Close. И уже непосредственно, когда он будет продан, там будет появляться дополнительное отображение, это Sold Out, то есть товар продан, и будет отдельная кнопочка, где вы увидите, когда вам поступит за этот товар деньги. По некоторым товарам Prime уже вот такие отображения были. на спритборге можно купить товар не 15 по 1 доллару, а, к примеру, 5 по 3 доллара. Не, нет, здесь смотрите, ограничения 15 товаров, они идут только на количество товаров, они идут, не идут на цену товаров ограничений. То есть, к примеру, вы можете взять 15 товаров и по 30 долларов, а можете взять 15 товаров по 45 центов. То есть, по цене ограничений нету, здесь ограничения только по количеству товаров. Вопрос в том, что вы можете взять 15 наименований товара по одной штучке, и можете взять 5 наименований по 3 штучки, это да, но именно по цене ограничений нету. Где вы видите оплату за партнерство? Смотрите, оплата, вообще все наши оплаты, оплата лицензии, оплата партнерки, вот я когда показывал справа, там была кнопочка Payments Method, когда платежа, где идет счета, и слева есть Invoices, или счета, как переводят, счет фактуры. И вот в них там есть полностью история оплаты. Обязательно посмотрите, в кабинете это все отображается. И когда будет работать Amazon? Нет, Amazon работает просто в интернете, там еще, возможно, что касается инструментов, именно полноценной работы, там, конечно, постоянно сейчас что-то изменяется, добавляется. Соответственно, мы сейчас уже, как пройдем первые шаги по регистрациям, будем уже шаг за шагом это осваивать. Я думаю, что по поводу Amazon, имею в виду, по поводу привязки к Infinii, наверное, потому что Amazon работает уже много лет. Владимир, скажите, надо сначала самостоятельно, без Infinii, продать по одному товару на всех площадках. Нет, смотрите, речь идет о лифтинге. То есть вы вначале вручную выставляете первые товары, и только после этого привязываете, и уже потом выставляете с помощью инструментов нахиминяй. Надо вручную хотя бы один товар именно выставить. Эдуард, насколько мне известно, компания сейчас партнерам дала срочку в оплате лицензии. Эдуард, так и было. У нас, получается, те партнеры, которые заходили в декабре, в январе, и должны были оплачиваться 1 февраля. Вначале нам продлили до 15 февраля, а потом продлили до 1 марта. Поэтому, как бы, компания всячески идет навстречу. То есть, понятное дело, что находится в фриланс-периоде, много, скажем так, сейчас с чего вводится, вносится, то есть работа идет куда-то уточня практически, поэтому, естественно, компания нам тоже идет навстречу. Так и должна быть поставлена работа. Сергей, где узнать, почему нет выплат из кабинета на GPG? Сергей, смотрите, давайте, может быть, после конференции, вот, может, как-то через ваших спонсоров, как-то, чтобы мне передали ваш вопрос, может быть, вы меня наберете, покажете экран, в чем у вас там проблема, потому что я не совсем понимаю. То есть, по идее, если у вас средства на доступном балансе, и GPG у вас зарегистрирован, то никаких не должно быть вопросов. Николай, обучение хорошо, но применить мы не можем на Украине. Николай, смотрите, в чем вообще сейчас основной момент? Мы пока применить не можем полноценно только eBay, так как он привязан к PayPal. Вот тот же Amazon, он на Украине нормально работает. Не можно привязать карточку Payone, Payoneer, просто немножко работать по другой стратегии. И вот компания сейчас как раз этими занимается, чтобы для Украины, для Казахстана, вообще для каждой страны была отдельная стратегия работы. Создан специальный европейский отдел, который будет именно этими заниматься. Потому что мы понимаем, что в Америке, или в каких-то разных странах везде свои правила, свои законы, самое главное, свои условия работы. Поэтому компания все это понимает, и сейчас над этим плотно работает. Я выкладываю товар через Миньай, и смотрите, по поводу вопросов технических, касающихся непокрестного выкладывания товаров Amazon, eBay, это все будут у нас отдельные специальные тренинги школы. И вы эти все вопросы будете задавать. Почему? Потому что по четвергам, мы уже два месяца проводим технические школы, касающиеся непосредственно оплаты работ в кабинете, то, что касается непосредственно, так, в большей части общих вопросов для новичков. А уже специализированные вопросы, касающиеся по площадкам, поэтому будут отдельные школы. Потому что мы физически на одной школе на все вопросы ответить даже не сможем. Тем более, по конкретно площадкам будут у нас проводить специалисты, то есть те люди, которые уже имеют в этом хороший опыт. Наталья, у меня не принимает ни одна из ранее использованных мною карты, поэтому не могу оплатить лицензию. Наталья, а вы откуда... Если, допустим, с Украиной бывают проблемы с оплатой, то сейчас этот вопрос решается. Потому что, во-первых, сейчас, в ближайшее время, будет добавлена еще дополнительная платежная система. Почему, в общем-то, в чем проблема, почему с Украиной не проходят многие платежи? К сожалению, Украина находится в списке лидирующих стран по количеству мошенников с картами. Поэтому системы безопасности платируют многие платежи, многие карты. То есть, если, например, карта была с одного региона, человек находится в другом регионе и оплату, то очень часто платежи не проходят. К сожалению, да, сталкиваемся с такой проблемой, поэтому сейчас компания добавляет альтернативные способы оплаты. На данный момент можно пытаться оплатить либо с помощью партнеров с виртуальных карт, то есть, создать виртуальные карты, или с какой-то там другой карт, или с другого партнера оплатить. Но только обязательно, если будете проводить оплату, не забудьте потом ее дали с кабинета. Вопрос. Можно ли купить товар на спрингборде и самому его продавать? Ну, конечно, там есть выбор. Когда вы выбираете товар на спрингборде, вот, и там две галочки есть. Первая – я хочу продавать этот товар через свой Amazon аккаунт. И есть вторая галочка – это я прошу продать компанию этот товар от моего имени за меня. Вот, то есть, вы сами выбирайте. Какая схема продажи в этом случае? Смотрите, вы просто выбираете продажу со своего аккаунта, а дальше там оно ведет... И идти дальше по списку, потому что в основном, конечно, партнеры, все, кто ходит со спрингбордом, ставили вторую галочку, чтобы компания делала реализацию от вашего имени. Поэтому, как бы, там просто меняете сайты, и дальше выставляете все, как бы, по списку. На GPG не могу создать виртуальную карту, почему-то требует, видите, номер кредитной карты, код CLV и так далее, как обычно, что делать? Смотрите, Рафаэль, по поводу создания карты на GPG. Я в одной из школ, у нас, в принципе, по-моему, она в записи есть, я конкретно показывал в кабинете GPG, как создавать карту. Единственное, что я сейчас, как раз, планировал, на этих выходных мне не получилось, наверное, на следующих только сделаю, будет отдельное видео, как создавать виртуальную карту. Там, когда вот оно просит вас дать номер карты, вы должны ввести любую вашу карту. Потому что в любом случае, карта виртуальная будет привязана к какой-то реальной вашей карте. Вот. Но об этом, конечно, лучше, таки я уже, когда выложу отдельное видео, где будет все понятно. Хотя на YouTube, в принципе, видео есть, как это делать. То есть я сам, вот, первый раз, как это делал, я нашел на YouTube видео. Потому что GPG-система, она работает со многими компаниями, вот, и на YouTube ролики были по этому поводу. Друзья, сейчас дохать я уже, время у нас подходит. Я сейчас буквально 2 минуты покажу по спринтборду. Так, смотрите, вот сейчас мы находимся на... Мы выбираем продукт и выбираем панель спринтборда. У нас здесь есть вот такие кнопки. Прайм. Вот здесь у нас находятся товары прайма. Это те товары, которые в ограниченном количестве. Вот видите, вот сейчас у нас этих товаров здесь нет. Почему нет? Потому что вот было на прошлой неделе 7 страниц, они буквально за 2 дня все разобрали весь товар. Поэтому вот в этой кладке именно идут товары, которые отбираются компанией вручную и в ограниченном количестве. Также рекомендую, обязательно вот прочитайте вот здесь то, что здесь написано. Здесь, в принципе, коротко, но относительно понятно, показано, где какие товары здесь находятся. Дальше, смотрите. Вот здесь есть сторонние продукты, сторонние отчеты. Вот сторонние продукты, продукты, вот это продукты от сторонних производителей. То есть то, что мы в основном все с вами выбирали. И вот в отдельной вкладке сторонние отчеты, вот когда товар будет продан, вот прямо здесь, вот где сейчас taken, будет писаться sold out. И вот здесь будет добавлена кнопка отдельная. Это так было на товарах правильно. Вот мы когда на эту кнопку нажимали, и мы видели, когда средства, запроданный товар, будут доступны на нашем балансе. То есть здесь вот сторонние отчеты, это отчеты по сторонним продуктам, или first party продукты, если это на английском. Вот. Здесь сам список сторонних продуктов. Вот. Здесь вот уже идут отчеты. Здесь отчеты по Prime. И вот здесь непосредственно товары Prime. Кстати, вот видите, вот у меня было выбрано 15 товаров, вот сейчас продлилась лицензия, да, и вот видите, опять 15 доступно. Вот сейчас я могу опять, после каждой оплаты, у меня опять следующие 15 товаров доступны. Я же смогу опять 15 товаров взять. То есть после каждой оплаты обновляется счетчик. Все, друзья, давайте смотрю по вопросам. Еще раз, по вопросам торговли на площадках Amazon.EBet, оно будет отдельные мероприятия, отдельные тренинги, отдельное обучение, где все эти вопросы будут рассматриваться. То есть давайте я сейчас немножко по планам мероприятий. Значит, каждый четверг у нас проходят технические вебинары по общим вопросам, в основном это для новичков. Это все текущие вопросы, которые возникают наиболее часто. То есть когда мне постоянно люди обращаются с одними и теми же вопросами, я стараюсь их здесь разъяснять, чтобы было понятно. То есть первые вопросы по работе непосредственно в кабинете, в компании, и плюс облучиваем основные новости компании, которые у нас произошли за неделю. Вопросы касательно торговли на площадках, привязки компании Infinei, работы с инструментами Infinei, то есть более такие узконаправленные технические вопросы, это будем на отдельных мероприятиях. Помимо этого, друзья, хочу в завершении анонсировать на завтра очень важное мероприятие, которое пройдет где-то в районе 6 вечера по Киеву, 7 по Москве. Его будет проводить лидер нашей структуры, Денис Деркач. Это человек, который за 60 дней достиг статуса директора, который поделится своим опытом, навыками и перспективами бизнеса в компании Infinei. Очень рекомендую посещать эту встречу и пригласить даже всех ваших партнеров. Поэтому, друзья, ссылку я скину в чат. Сдум вас завтра. Встреча будет очень интересная, очень насыщенная. Поэтому рекомендую всем обязательно ее посетить. Так, с вами на связи был Алексей Стратов. До следующей встречи. Всем удачи и больших заработков.